День Города 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 И рязанцам в этот день хочется пожелать как можно больше единения. Не размениваться на мелочи, быть едиными и верить своему президенту. Это очень важно, поскольку врагов много. И, конечно, экономические методы завивания существуют и другие. И если мы не будем едины, мы будем поддаваться на это. Поэтому быть едиными, быть сильными. Но сегодня весь день посвятить ветеранам, их памяти, а те, кто жив, постараться сделать дни их жизни счастливыми. От Площади Победы стартовал парад подразделений Рязанского гарнизона. В днем приняли участие курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, Академии ФСИН России, филиала Московского университета МВД, военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, 34-й отдельной железнодорожной бригады. В торжественном марше по площади прошли структурные подразделения Главного управления МЧС России по Рязанской области, а также учащиеся кадетских, казачьих классов и классов МЧС, участники локальных конфликтов. Следом за частями Рязанского гарнизона, машинами и автобусами с ветеранами от Площади Победы к Площади Ленина проследовали участники массовой патриотической акции «Бессмертный полк». Этот проект показал, что практически, ну вообще практически каждая семья в СССР потеряла близкого человека в этой войне. Самая кровопролитная война. И в связи с этим «Бессмертный полк» он напоминает нам о наших предках, которые воевали, прошли тяготы, лишения. Мы живы благодаря им, мы радуемся улыбок наших детей только благодаря им. Мы должны сейчас четко это понимать, поэтому еще раз, еще раз им спасибо за то, что мы можем сейчас и отмечать эти праздники, смотреть, как их внуки, выпускники десантного училища, других военных учебных заведений нашей страны показывают свои умения, силу, и которые, если нужно будут, я уверен, защитят общество и защитят свою страну. День Победы – самый важный праздник в нашей стране, в котором неразрывно слит его едино радость и скорбь. Этот день, как никакой другой, объединяет всех, вне зависимости от возраста, профессии, национальности и вероисповедания. Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы та кровопролитная война. Проходят годы и десятилетия. Выросло несколько поколений, родившихся после войны, но память о беспримерном подвиге советского народа уже стала неотъемлемой частью нашего самосознания. Традиционно в праздничном шествии приняли участие представители различных фракций. Партийные деятели присутствовали практически на всех мероприятиях, предшествующих Дню Победы. И в самый главный праздник они никогда не остаются в стране. В рамках торжественных мероприятий в честь 71-й годовщины Великой Победы СССР над фашистской Германией красная колонна во главе с руководителями-активистами КПРФ, областных организаций «Союз советских офицеров», «Русский лад», «Надежда России», «Руссо», «Дети войны», «Трудовая Рязань» проследовала от Площади Победы до Площади Ленина. Под красные знамена встали тысячи жителей города. По ходу колонны звучали советские военные песни. Участники скандировали коммунистические и патриотические лозунги. Сегодня шли мои дети, внуки, несли портреты моего отца, моих родственников, которые воевали на фронте. А я шел под красными знаменами, ибо красное знамя поднимали над Рейстагом. Под красным знаменем все воевали, да и кровь проливали красным. Шествия коммунистов и других патриотических сил наблюдали и приветствовали с тротуаров и окон домов десятки тысяч рязанцев. «Я хотел бы от всей души поздравить с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Таким этот день вошел в историю, и таким он должен остаться. Мне кажется, для каждого честного человека сегодня не просто нужно вспомнить тех, кто воевал, тех, кто до изнеможения работал в тылу, не просто сесть за стол и поднять тост за них, за их память, а главное ответить самому себе, а почему они воевали, а за что они воевали и работали в тылу. Вот хорошая традиция появилась, новая, бессмертный полк. Но вот мне хотелось бы, чтобы те, кто несли портреты, еще почитали письма фронта. Наверняка их дедушки, бабушки писали перед очередной атакой, перерывах между боями, какой они хотели бы видеть страну, о чем они мечтают, ради чего они отдают свою жизнь. Тогда, может, сегодня многое станет на свои места, и тогда действительно мы будем счастливы. Накануне 71-летия Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 6 мая коммунисты и комсомольцы города приняли участие в шествии и торжественном возложении цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе. Атмосферу праздника разбавила символика и хорошее настроение представителей ЛДПР. В порядке, установленном организаторами парада, они прошли по улицам города, начиная с шествия от Площади Победы. Там изначально собрались представители партии, где с ними могли в свободном режиме пообщаться горожане, поделиться радостью по поводу праздника и прояснить некоторые свои насущные вопросы. К нам постоянно подходят граждане, видя наши флаги на улице, дают свои письменные обращения, жалобы, пожелания, мы все принимаем к сведению и стараемся нашим гражданам помогать. Несмотря на то, что представителям ЛДПР на различных праздничных митингах и шествиях по факту приходится работать, здесь на параде они в первую очередь собрались, чтобы почтить память предков. Их семьи также связаны со временами Великой Отечественной войны, и они стараются сохранять и приумножать память о военных событиях. У меня уже из поколения того, кто участвовал в войне, уже никого не осталось, и чтобы память была жива, это необходимо посещать, доказывать свое присутствие, чтобы дети уже, внуки, правонуки не забывали всех этих дней, и было бы в сердцах. Для меня 9 мая – это победа для того, чтобы мы жили сейчас. От самих партийцев в этот день прозвучало много поздравлений и добрых слов в адрес тех, кто обеспечил сегодняшний мир в нашей стране. Традиционно партия ЛДПР принимает участие в празднике 9 мая. Мы проводим многотысячные шествия по всей стране. В пользу и случаем мне хотелось бы поздравить всех наших дорогих ветеранов с этим знаменательным днем, с Днем Победы, пожелать им счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. За последний рабочий день и праздничные выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. В Рязани произошло 94 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПСГИВДД выявлено почти 5000 нарушений правил дорожного движения. Задержан 41 водитель в состоянии опьянения. К сожалению, прошедшие майские праздники не прошли без дорожно-транспортных происшествий. Так, 9 мая примерно в 8 часов утра на автодороге Москва-Челябинск иномарка врезалась в фонарный столб. В результате столкновения пострадал водитель, 31-летняя жительница столицы, а также ее 8-летний сын. Женщина превысила скоростной режим и не справилась с управлением. Вечером того же дня на улице керамзавод 32-летний рязанец, управляя автомобилем Хиндай, при движении задним ходом наехал на детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Для оказания медицинской помощи ребенка доставили в больницу. Тем же вечером на улице Зубковой 26-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автомобилем Volkswagen. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что водитель, спровоцирующий ДТП, находился в нетрезвом состоянии. Для установления факта алкогольного опьянения молодой человек был доставлен на стационарный пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,25 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Стоит отметить, что садиться за руль в нетрезвом виде этому молодому человеку не впервой. Несколько лет назад мужчина был привечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 7 мая в 19 часов 13 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Солочи, улица Казанская. Первое пожарное подразделение от отдельного поста, расположенного в Солочи, прибыло к месту пожара в течение пяти минут. Несмотря на это, два дома уже были охвачены огнем. Существовала угроза перехода огня на соседние дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, к месту направлены дополнительные подразделения из Солочи, города Рязани и Полян. Для полной ликвидации пожара потребовалось менее часа. Не допущено распространение пожара на соседние дома. В результате пожара огнем были уничтожены два деревянных строения. На пожар выезжали и принимали участие в тушении пять пожарных автомобилей, 15 человек личного состава государственной противопожарной службы. 60% мигрантов в России работают незаконно. В Рязани также встречаются случаи нарушения в сфере миграционного законодательства. Для того, чтобы картина стала более понятной, мы приведем к конкретной случай, недавно произошедшей в известном рязанском ресторане, с которым ознакомилась моя коллега Анна Герцовская. В марте этого года Рязанской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения миграционного законодательства на объектах транспорта. Среди них оказался и ресторан, расположенный на воде на дебаркадере. Установлено, что в данном ресторане на кухне трудился гражданин Таджикистана, который не имеет патента на работу в Рязанской области. В этой связи прокуратурой в отношении данного лица возбуждено административное дело, он привлечен к административной ответственности. Виновник был привлечен к штрафу в размере 2000 рублей. Незаконно работая на кухне, он занимался выпечкой мучных изделий. Кроме этого, юридическое лицо также понесло наказание в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. После этого ресторан имеет право работать в своем обычном режиме, соблюдая законодательство. И это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Далее в эфире программа подробности. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Благодарим за внимание. Всего доброго. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. «Дядьково»